здравствуйте друзья с вами яков шатагин праздник шабот закончился и мы с вами продолжаем второй раздел пиркаевод шаг за шагом мы продолжаем наш экспресс знакомства с важнейшими правилами и законами наших великих мудрецов говорит нам рэби составитель устной торы кодекса мишны величайший праведник он нам говорит что у человека должен быть вообще-то путь не просто делать отдельные хорошие какие-то дела тут и там день и ночь а ты должен найти для себя путь какую-то цель какую-то концепцию жизни как ты вообще живешь не просто отдельные хорошие действия а когда у меня плохое настроение плохие действия а выбери концепцию выбери путь и какой же путь нужно выбрать говорит рэби тут есть два критерия когда это правильно для меня и правильно для других людей например чек выбирает я хочу быть щедрым все свои деньги раздает бедным все бедные они ему аплодируют спасибо дорогой друг ну в лучшем случае а он сам он сам теперь бедняк теперь он сам мучается сам бегает собирая деньги просит милостыню шо ж ты выиграл ты должен давать так как тура тебе говорит до 20 процентов максимум чтобы ты остался финансово независимым от других людей мог нормально функционировать содержат свою семью из себя и другим помогать но нельзя быть только хорошим для других тогда ты будешь в минусе сам или только для себя хорошим вот я деньги все вот например с деньгами сами простой деньги только себе а другим не дам чтобы я был обеспечен и мог спокойно молиться и служить богу нет а с другими что выбери тот путь который правильный для тебя и для других золотая середина когда ты выбираешь путь не нужно забывать что отдельные действия которые тебе помогают следовать твоему пути они очень важны а вы зои ильба митсва карлок и бахамуру и не дай бог тебе говорит что вот эта вещь она простая заповедь слишком какая-то мелочная нет делать даже простые заповеди которые кажутся тебе простыми как будто бы они самые-самые важные ведь ты не знаешь до конца какая вообще награда за заповеди ты имеешь дело с бесконечностью поэтому пожалуйста нельзя пренебрегать ничем выбери путь и все действия маленькие большие большие маленькие делай с одинаковым вот вниманием с одинаковой важностью и когда тебе кажется что вот например не лень вставать на молитву говорит тебе ребби просчитай минус от заповеди по сравнению с ее плюсом вот мне лень вставать вот я посплю сейчас и вот отдохну это минус что нужно вставать на час раньше на молитву не всем утра а в 6 это минус но подумай какой плюс ты сейчас перед богом будешь стоять в синагоге приносить благословение себе своим близким всему миру в этом мире и в будущем минус на час меньше спишь это минус это факт но плюс какой говорит ребби считай минусы и плюсы от заповеди и подумай когда ты хочешь сделать грех вот этот плюс от греха вот я сейчас пойду поем некошерную пиццу молочную с мясным как хочется сыр с колбасой хоть раз в жизни попробовать это плюс плюс вкусненько поем он говорит посмотри на плюс от греха по сравнению с минусом ты сейчас поешь нарушишь грех и споришь испортишь отношения с богом душу свою покалечишь жизнь себе загубишь этой пиццей беги от этой пиццы которая очень вкусная есть минус что ты потеряешь но плюс какой ты с богом сохранишь отношения усилишь отношения говорит ребби дальше и стакель бешлюша дворим смотри на три вещи и ты никогда не согрешишь знаешь что над тобой кто над тобой всевышний небесный суд глаз видящий ухо которое слышит и все твои деяния записываются в книгу если мы это будем понимать мы не будем грешить здесь ребби говорит удивительную вещь каждый из нас важен богу 8 миллиардов людей за всеми слушают смотрят и записывают почему потому что каждое действие человека она невероятно важно и влияет на весь мир подумай кто ты бог за тобой смотрит ты важен богу ты важен всей вселенной первая большая и важная мечта второго раздела перка я вот